Сегодня мы с вами продолжим знакомство с реляционными моделями данных, рассмотрим абстрактную модель данных, реляционную модель представления данных и познакомимся с трехзначной логикой. Как правило, данные или факты, значения и их интерпретация, то есть семантика, фиксируются совместно, так как естественный язык достаточно гибок для представления того и другого. То есть мы говорим рост 180 см. Это и данные, и семантика. Если мы скажем 180, это будет просто данные, но и без семантики. Сематика заключается в рост в сантиметрах. При компьютерной обработке данных, данные отделяются от их интерпретации, что приводит к понятию модели данных. Модель данных – это абстрактное, логическое определение объектов, операторов и других элементов, в совокупности составляющих абстрактную машину, с которой взаимодействуют пользователи. Объекты позволяют моделировать структуру данных, а операторы – моделировать поведение данных. Наиболее распространенная трактовка реляционной модели данных, по-видимому, принадлежит Дейту, который воспроизводит ее с различными уточнениями практически во всех своих книгах. Согласно Дейту, реляционная модель состоит из трех частей, описывающих разные аспекты реляционного подхода. Это структурной части, манипуляционной части и целостной части. В структурной части реляционной модели данных фиксируется, что единственной структурой данных, используемой в реляционных базах данных, является нормализованное НР-ное отношение. То есть структурная часть – это набор правил, по которым может быть построена база данных. В манипуляционной части реляционной модели данных утверждаются два фундаментальных механизма манипулирования реляционными базами данных. Это реляционная алгебра и реляционное исчисление. Первый механизм базируется в основном на классической теории множеств с некоторыми уточнениями, а второй – на классическом логическом аппарате исчисления предикатов первого порядка. В целостной части реляционной модели данных фиксируются два базовых требования целостности, которые должны придерживаться в любой реляционной СУБД. Первое требование называется требованием целостности сущности. Объектам или сущностям реального мира в реляционных базах данных соответствуют картежи отношений. Конкретное требование состоит в том, что любой картеж любого отношения отличим от любого другого картежа этого же отношения. То есть, другими словами, любое отношение должно обладать первичным ключом. Это требование автоматически удовлетворяется, если в системе не нарушаются базовые свойства отношений. Второе требование называется требованием целостности по ссылкам и является более сложным. Со вторым требованием рассмотрим чуть-чуть позже. Модель данных — это средство абстракции, которое дает возможность увидеть информационное содержание данных, а не конкретные значения данных. Рассмотрим модель реального мира и свойства, которые она отображает. Эти свойства делятся на два класса. Первый класс — статические свойства, то есть свойства и варианты ко времени, всегда справедливы и неизменны. Вторые свойства — это динамические свойства. Свойства соответствуют эволюционной природе мира. Определим модель данных M как множество правил порождения G и множество операций O. То есть M — это есть множество, состоящее из множеств правил порождения и множеств операций, доступных в этой модели. Правила порождения G делятся на два вида. GST — это правила порождения структур и GCT — правила порождения ограничений. Множество правил порождения выражают статические свойства модели данных и соотносятся с языком описания данных — ЯОД. Средствами ЯОД определяются допустимые структуры данных, объекты и связи, а также допустимые реализации данных. Например, в некотором СУБД есть объект, к примеру, объект студента. Есть его атрибут — ID номер студента. И этот атрибут является ключом. Тогда правило порождения GST имеет вид атрибут ID принадлежит объекту студента. А правило порождения GCT, правило порождения ограничений, имеет вид значения атрибута ID номер не должны повторяться. Динамические свойства выражаются множеством операций, которые условно назвали ОП, которые соотносятся с языком манипулирования данных — ЯМД. Множество операций определяет допустимые действия над реализацией базы данных — D и T для преобразования ее в другую реализацию базы данных — DGT. То есть, что это означает? Есть база данных. В данный момент она находится в реализации D и T. Над этой базой мы выполнили какие-то операции. Добавили записи, удалили, выпировали. И получили эту же базу, но в другой ее реализации — DGT. Реализационная модель представления данных построена на системе отношений. Название идет от английского слова relation — отношения, автором модели является call. В реализационной модели используется понятие отношения — атрибут. объект представляется в виде отношений, а его свойства — в виде совокупности атрибутов. То есть, базу данных можно представить в виде некоторое отношение R, состоящее из множества атрибутов, отношение R2, состоящее из других атрибутов. То есть, наша база данных будет состоять из M отношений, то есть M таблиц. Каждая таблица состоит из такого количества атрибутов или характеристик соответственных, где, еще раз, R и T и от 1 до M — это множество отношений, а IJ — это множество атрибутов. Экземпляр каждого отношения представляется в виде таблицы. Совокупность всех значений одного атрибута называется домином. Это вы уже знаете. Строка в таблице называется картежом. Практически, это описание всех используемых свойств реального объекта. Основной особенностью религиозной модели является то, что связи между картежами представлены исключительно значениями в данных столбца, полученных из общего домина. Обработка отношений осуществляется с помощью операций религиозной алгебры, предложенных кодом. Кроме того, можно использовать традиционные операции над множеством. Например, рассмотрим религиозную модель отношений студентов. Обладачиваем его как R. Отношения студентов, то есть наша таблица будет называться студент. Это отношение включает такие атрибуты, как А1, А2, А3, А4. А1, А2, А3, А4. Где, соответственно, А1 — это ID студента. Здесь мы будем писать только его номера. А2 — фамилия студента. Будут только фамилии. А3 — дата рождения. И А4 — номер группы, которая учится соответственно. Схема этой отношений будет выглядеть как SR от А1, А2, А3, А4. Здесь еще разок. Картеж — это одна строка или одна запись, то есть характеристика конкретного объекта. Атрибут — это заголовки столбцов, отношения — сама таблица. Ну и домин — это значение определенного столбца. Например, домин для А1 является 20.001, 20.001, 20.001, 19.0035. Для домин для атрибутов А2 — это Иванов, АП, Дмитриев, КАИ и Айден А. Ну и остальные также. Еще разок остановимся на целостности по ссылкам. Существует три подхода, каждый из которых поддерживает целостность по ссылкам. Первое. Запрещается производить удаление картежа, на который существуют ссылки. То есть сначала нужно либо удалить ссылающиеся картежи, либо соответствующим образом изменить значение их внешнего ключа. Если говорить простым языком, у вас есть две связанные таблицы, и прежде чем удалить запись в главной таблице, можно удалить все записи в значениях зависимых таблицах. Второе. При удалении картежа, на который имеются ссылки, во всех ссылающихся картежах, значение внешнего ключа автоматически становится неопределенным. Третье. Каскадное удаление, состоящее в том, что при удалении картежа из отношения, на который ведет ссылка, из ссылающегося отношения, автоматически удаляются все ссылающиеся картежи. В развитых СУБТ обычно можно выбрать способ поддержания целостности посылка. Для каждой отдельной ситуации определение внешнего ключа. Для того, чтобы вот эта целостная целостность или целостность посылка можно было реализовать правильно, используя трехзначную логику. В реальном мире часто встречаются ситуации, когда данные неизвестны или неполны. Для того, чтобы обойти проблему неполных или неизвестных данных, это случай, когда вы удалили запись и непонятно куда ссылается, например, в базах данных могут использовать так называемые нолл-значения. Нолл-значения – это, собственно, не значение, а некий маркер, показывающий, что значение неизвестно. Таким образом, в ситуации, когда возможно появление неопределенных, неизвестных или неполных данных, разработчик имеет на выбор два варианта. Первый вариант состоит в том, чтобы не использовать нолл-значения, а вместо неизвестных данных вводить либо нулевые значения, либо значения специального вилля. Например, договориться, что строка «ключ неизвестен», сама строка содержания «ключ неизвестен», и есть те данные, которые нужно вводить вместо неизвестного ключа. В любом случае, пользователь или разработчик ответственен за правильную трактовку таких данных. Второй вариант состоит в использовании нолл-значений вместо неизвестных данных. Закажущейся естественностью такого подхода скрываются менее очевидные и более глубокие проблемы. Наиболее бросающейся в глаза проблемой является необходимость использования трехзначной логики при оперировании с данными, которые могут содержать нолл-значения. В этом случае при неаккуратном формулировании запросов даже самые естественные запросы могут давать неправильный ответ. Практически все реализации современных религационных СОБД позволяют использовать нолл-значения, несмотря на их недостаточную теоретическую обоснованность. Приведем описание трехзначной логики, необходимой для работы с нолл-значениями. Так как нолл-значения обозначают на самом деле тот факт, что значение неизвестно, то любые алгебраические операции, такие как сложение, умножение, компетенация, строк и другие, должны давать также неизвестное значение, то есть нолл. Действительно, если, например, вес деталей неизвестен, то и неизвестно также, сколько будут весить 10 таких деталей. При сравнении выражений, содержащих нолл-значения, результат также может быть неизвестен. Например, значение истинности для выражения есть нолл, если один или оба аргумента есть нолл. Таким образом, определение истинности логических выражений базируется на трехзначной логике, в которой кроме значения true истина и false лошадь введено значение undefined неизвестно. То есть логическое значение andefined — это и есть нолл-значение. Просмотрим логические операции and, or, and not. And — логическое умножение. Если у нас аргумент false, результат false, это известно. False true — false. False и неизвестно, какой аргумент. Хоть true, хоть false, у нас будет false. Если у нас один аргумент true, второй false, умножение false. True true — true. Если один аргумент true, второй неизвестен, то будет результат неизвестен, так как если второй true, то может быть true, а если здесь false, то может быть false. Если аргумент неизвестен, неизвестен и false, всегда false, так как уже один false. Если один неизвестен, второй истинно, то результат неизвестен, он может быть как и true, так и false. Если оба неизвестны, то результат неизвестен. Логическое сложение, логическое орган. Если один из аргументов false, второй false, то сумма false. False true уже true, главное, что одно true есть. False и неизвестно, будет неизвестно, потому что если здесь будет храниться true, то результат будет true. Если храниться будет false, то результат будет false. True false, true, так как один true есть. True true, true. True неизвестно, не зависит от неизвестного, в любом случае будет true. Неизвестно и ложь. Неизвестно, потому что здесь возможно будет true. Неизвестно и true. True, неизвестно, неизвестно, true. Операция нот. Если аргумент false, то не false, это true. Если аргумент true, то не true, это false. А вот если аргумент неизвестен, то неизвестно, это непонятно, тоже неизвестно. Потому что если здесь будет false, то это true, а если здесь будет true, то тут будет false. Существует несколько парадоксальных, скажем так, следствий применения трехзначной логики. Парадокс первый. Нул-значение не равно самому себе. То есть выражение нул, равное нул, дает значение не истинное, а неизвестно. Значит, выражение х, равное х, не всегда истинно. То есть не обязательно истинно. Парадокс второй. Неверно также, что нул-значение не равно самому себе. То есть оно не является равным и не является неравным. То есть выражение нул не равно нул, также принимает значение не истинно, а неизвестно. Значит, так же, что и выражение х, не равное х, тоже не обязательно ложь. И третий парадокс. Выражение х or not x не обязательно истинно. Так как это or, то нам для истинности этого выражения достаточно, чтобы один аргумент был истинным. Если аргумент х истинно, то на нот х мы не смотрим, а если наоборот х ложь, то мы смотрим на нот х. А в трехзначной логике, вот здесь вот неизвестно-неизвестно, но это значит, не работает принцип исключения трегера. То есть любое высказывание, либо истинно, либо ложно, на самом деле здесь не срабатывает. Таких парадоксов можно построить сколь угодно много. На самом деле это не парадоксы, а следствие из аксиом трехзначной логики. Далее, на следующих занятиях мы с вами рассмотрим такие основы реляционной модели данных, как реляционную алгебру. На сегодня наше занятие, наша тема завершена. Спасибо за внимание. На экране вы видите вопросы, на которые нужно ответить, но и список литературы. Спасибо. 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 Спасибо.